Куда смотреть, выбирай сам. Хочешь туда, хочешь сюда, хочешь смотри на меня. Туда и сюда буду смотреть. Федька, привет! Здравствуйте! Как настроение? Нормально. Волнуешься? Ну, так, чуть-чуть. Поговорим о любимой игре? Конечно. Какая любимая компьютерная? Компьютерная Fortnite. А не компьютерная? Баскетбол, конечно. О чем поговорим? О Fortnite или о баскетболе? О чем хотите? Я предпочитаю о баскетболе, потому что о Fortnite знаю совсем немного. Расскажи, как и почему ты выбрал баскетбол. Стоп. Сейчас заново. Забыл микрофон забрать. Ой, я думала, оставим просто. Сейчас все то же самое, только заново. Микрофончик. Обязательно чуть-чуть. Так. Раз-раз. Сначала. Расскажи, как и почему ты выбрал баскетбол. Потому что нравится больше, например, чем тот же футбол. Я тоже в нем был. Я знаю, что у тебя брат играет в баскетбол. Да. И являлось ли это фактором того, что ты тоже решил выбрать этот спорт? Да. Хорошо. Расскажи, что для тебя значит твоя команда? Не понял. Ну, что для тебя команда? Это семья, может быть? Ну, как вторая семья. Вторая семья? Да. А тренер какой он для тебя? Хороший. И как в прямом, и по игре, когда объясняет. Почему двадцать пятый номер ты выбрал себе? Вот это я не знаю. Потому что был свободный уже. Расскажи, кто твой любимый игрок? Коби Брайант. Любимая команда? Лейкерс. Самая запоминающаяся для тебя игра, в которой ты принял участие? Наверное, когда мы играли с тринтой в тринте. Последний турнир? Не последний, а когда был равный счет и когда мы проиграли на два очка. Я помню, ты играю, очень такой маленький счет был, что-то 17-19, да? 22 вроде бы. 22-20, да. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Баскетболистом, конечно. Смотри, сейчас мы играем турнир ЦФО по старшему 2011 году. В принципе, это для нас первый такой опыт игры со старшими, за исключением того, когда мы только начинали карьеру и играли игры в Подольске. Что ты для себя из этих игр выносишь? Какой опыт и что ты вообще думаешь об этом? То, что надо играть, несмотря ни на что. То, что даже если тебя судьи подслуживают. Как играть в 2011 году, это тяжелее? Да. Вчера в игре с Твею ты получил какой-то болезненный удар, как я понимаю. Что это было? Два раза локтем по зубам. Это было больно или больше обидно? Больше обидно, потому что судьи это не видят. Ну, пожелаем судьям видеть все такие моменты обязательно. Смотри, дальше будет несколько вопросов из категории БЛИЦ. Будет два варианта ответа, ты можешь выбирать. Баскетбол или девчонки? Баскетбол. Почему не девчонки? Потому что баскетбол. Практически никто не выбрал девчонок сегодня. Бедные девочки. Нет, у Васи, пожалуйста. Я тоже об этом подумаю. ОФП, тренировка или теория? ОФП. 15 подборов или 10 очков? 15 подборов. Открытая трешка или передача открытого под кольцом? Передача открытому игроку. Хорошо. Расскажи, как тебя поддерживают родители? Типа говорят, не бойся. И все вроде. Хорошо. Ну, так же они приезжают на игры, правильно? Да. Что такое показатель плюс-минус? Сколько в среднем, наверное? Я не знаю. В очередной раз просим Вас написать в комментариях, что такое показатель плюс-минус в баскетболе, но и в других видах спорта. Родман или Джамарант? Джамарант. Почему? Не знаю. Нравятся его дамки. Где бы ты хотел поиграть, когда попадешь в профессиональный спорт? За Лейкерс, конечно. А если посмотреть начало карьеры, Лигу ВТБ? Хотя бы за Уникс. Многие выбирают Уникс. Думаю, что можете все вместе туда направиться в один день. О чем мечтаешь в целом? В целом. Заработать много денег. И потом, когда буду старой, просто ни о чем не думать. Это хорошая мечта. Я тоже иногда об этом мечтаю. Что хочешь сказать всем нашим зрителям и болельщикам? Всего самого наилучшего. Но мы тебе тоже желаем всего самого наилучшего. Прогрессируй, двигайся вперед, побеждай. Ты отличный парень. И уверен, что будешь таким же великолепным футболистом. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ну как тебе? Интересно? Да.